Здравствуйте, меня зовут Людмила Марченко, в эфире Управдом, программа о самом главном ЖКХ, о благоустройстве улиц, дворов, подъездах и собственных квартир. Настало время быть хозяином в том месте, где мы живем. Сегодня мы расскажем, как теплоэнергетики проводят замену магистральных сетей, побываем на проблемном объекте Управдома, а также разберемся в нюансах покупки земельного участка. Жителями дома 43 на улице Магистральной мы познакомились еще летом. Беспокойство собственников вызывает придомовая территория, которую застройщик не может в течение трех лет привести в порядок. С наступлением осени рядом с новостройками будет снова бездорожье и грязь. Мы решили разобраться в причинах беспорядка. Во двор новостройки на Магистральной мы попали летом, а задачные жители поведали непростую историю о разорившемся застройщике, который до конца не выполнил обязательства по благоустройству придомовой территории, из-за чего во дворе большую часть года непролазная грязь. У нас дорогу не доделали, застройщик у нас обанкротился. Мы обращались уже в городскую администрацию, мы обращались в прокуратуру, и везде ответы приходят, что да, 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 подавайте в суд. Мы подали в суд, нам вернули, нам второй раз отправили сейчас дело в арбитражный суд. Обанкротившегося застройщика все-таки обязали сдать дом и благоустроить дворовую территорию летом. Но третий год к работам рядом с домом так и не приступили. В меру своих возможностей жители организовали детские площадки, но осилить дорожные работы им не по карману. Вообще ничего, земля. Дождь прошел, мы вот так по колено. По этой причине несколько лет во дворе не могут оборудовать площадку для сбора мусора. Контейнерные были вот здесь, временно стояли. Сейчас она вот там, за домом. Должна быть здесь. Управляющая компания говорит, мы вам поставим, когда сделают дорогу. Сейчас пока смысла не вижу. Во-первых, здесь, когда дождь, есть машина, если КАМАЗ проедет, кошмар, что будет. За три года собралась большая папка переписки Сергея Александровича с городской администрацией, управлением градостроительства, прокуратурой и судом. Мы вообще три года всего здесь живем. А про эту дорогу он сказал, что решит суд. Если суд не в вашу пользу, ждите 6 лет, и потом вам может быть что-то сделано. По закону застройщик дает гарантию на благоустройство 5 лет. Это значит, что ремонтировать скамейки, детскую площадку и асфальтировать в течение этого времени он должен за свой счет. Затем содержать дворовые имущества будут собственники с помощью управляющей компании. Недоделки застройщик оставил не только во дворе. Из окон дома открываются виды на горы строительного мусора. Я проживаю в однокомнатной квартире. И из комнаты, и из кухни у меня выход один-единственный. И получается так, что у меня выход гаражи, железные дороги, ну чуть дальше клапящик, как говорится. И вот это вот строительная свалка. Вид из окна мог быть другим – зеленой зоной и парковкой. Тем более, что современная городская среда подразумевает благоустроенные общественные пространства. Вот тут хотят сделать собачью площадку. Ну, в принципе, как они говорят, что мы выдержали 40 метров. Ну, мы, допустим, не хотим, чтобы под нашими окнами это все было. Тем более, если бы ладно, бы некуда было убрать. Место есть. Ну, выбрали самое чистое место, почистили и все. Вообще, мы хотим здесь сделать стоянку для автомобилей. В благоустройстве как дворовой, так и прилегающей территории жители готовы принять посильное участие. Но основные обязательства перед ними должны выполнить как застройщик, так и городские службы. На карте управдома отмечаем горячей точкой адрес улица Магистральная, 41, корпус 7. Мы направили официальный запрос в городскую администрацию и Министерство архитектуры и градостроительства. И уже в ближайших выпусках программы расскажем о том, как решается проблема. Несмотря на то, что наступившая осень пока еще радует солнышком и теплом, не за горами холода, а значит и начало отопительного сезона. Готовиться к нему энергетики начинают еще весной практически сразу после того, как перестают подавать тепло в наши батареи. За летний период необходимо заменить особо изношенные участки сетей для того, чтобы снизить аварийность зимой. Работы много и завершить их необходимо до начала холодов. Энергетики Тамбова продолжают запланированные ремонтные работы на магистральных трубопроводах. Вопреки расхожему мнению, летняя ремонтная кампания не заканчивается с наступлением осени. До начала отопительного сезона еще есть время завершить запланированные работы. Здесь на улице Урожайной мы меняем участок тепломагистрали. Трубопровод очень важный, потому что по нему мы транспортируем теплоноситель на север города. Это порядка 40 тысяч домов, которые получают отопление. То есть чем надежнее будет теплоснабжение и надежнее теплосеть в этом месте, тем качественнее будет и теплее будет в домах горожан. Данный участок магистрали на протяжении многих лет является слабым звеном. В период отопительного сезона и гидравлических испытаний он создавал массу неудобств как энергетикам, так и потребителям. Таким образом, в рамках инвестиционной программы было принято решение только здесь заменить километр труб. Проект по модернизации участка тепломагистрали стоит порядка 170 миллионов рублей. Данные работы не требуют отключения горячего водоснабжения у потребителей, так как мы подаем горячую воду по дублирующей тепломагистрали. Отслужившие свой век трубы заменяют на новые в пенополиуретановые оболочки. Полимерное покрытие надежно защищает металл от коррозии в течение 25 лет. Новые трубы снабжены системой оперативно-диспетчерского контроля. В случае повреждения он позволяет точно определить проблемный участок. Это ускоряет время поиска и устранения. По плану включить новую сеть в работу энергетики планируют к началу отопительного сезона. Конечно, у нас были неудобства для владельцев гаражей, но мы их заранее уведомляли, объясняли ситуацию, чтобы в будущем не копать здесь, потому что периодически здесь случались повреждения, которые вынуждали нас вскрывать точно так же грунт и ограничивать движение. Мы договаривались с ними, с автосервисами мы тоже договаривались, где могли, дожидались, пока сдадут машины, автосервисы, и после этого только вскрывали грунт. Немаловажным моментом в ремонтной кампании является восстановление благоустройства после разрытия. Город должен быть чистым и красивым. Покупка земельного участка, как правило, большие деньги. Существует множество практических нюансов, связанных с оборотом земли. Как не стать при такой сделке жертвами мошенников, разбираемся вместе с юристом. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об основных рисках при приобретении земельного участка. Самое главное на сегодняшний день – возможность совершения сделки с земельными участками, которые не размежеваны. А это значит, что в перспективе новому владельцу, скорее всего, придется биться в судах за какие-то пограничные квадратные метры. Также бывает, что есть земельный участок и есть расположенный на нем дом. Оба стоят на кадастровом учете, но дом к земле не привязан. Что это означает? В этом случае при последующих действиях по привязке земли к дому может оказаться, что по координатам дом частично или полностью располагается не на купленном участке, а на соседнем. К чему это может привести? Это может привести к серьезным сложностям, исправлению которых может вылиться в колоссальные финансовые и временные затраты. Необходимо при покупке земельного участка обращать внимание на назначение земельного участка. В свое время большой резонанс вызвало решение Верховного суда России, подтвердившего законность штрафа за разведение кур на участке для садоводства. Нравится кому-то это или нет, но если участок относится к категории земель для садоводства, то курятникам там не место. Так что не спешите вырубать свой вишневый сад куром на забаву. Разберем еще один вариант. Допустим, человек планирует купить участок для того, чтобы построить на нем коровник или заняться фермерством. А уже после покупки выясняется, что конкретный кусочек земли для этих целей использовать категорически нельзя. Просто продавец умышленно или случайно об этом факте молчал. Возможно и другая ситуация. Вы покупаете живописный участок и планируете возвести на нем добротный особняк. А потом узнаете, что он может использоваться исключительно для огородничества, и жилой дом на нем возводить нельзя. Есть еще один нюанс. Сведения о некоторых ограничениях, установленных в отношении использования участка, могут быть зафиксированы в ЕГРН только под тем участком, границы которых размежеваны. К таким ограничениям относятся публичные сервитуты и зоны с особым использованием территории. Природоохранные зоны, зоны культурного наследия и другие. Это значит то, что покупая неразмержеванный участок, вы не только повышаете вероятность конфликта с соседом из-за границ, но и приобретаете своего рода кота в мешке. Есть вероятность, что на участке висит какое-то обременение. Допустим, через него проходит тропинка к водоему, закрывать которую вы не вправе. Это значит, что любой гражданин сможет в любое время прогуляться по вашей земле. Если у вас возникли вопросы, то специалисты Ассоциации правовой помощи с радостью на них ответят. Телефон о горячих линий Ассоциации правовой помощи 430440-430770. И, как всегда в конце программы, полезный совет от Управдома. Для того, чтобы в вашей крупе не заводились моль и другие жучки, в старых поваренных книгах рекомендовали поступать следующим образом. Хранить крупы необходимо не в полиэтиленовом пакете, а в степелянной емкости, в которую необходимо положить пару зубчиков чеснока. Зубчик должен быть неочищенным, но даже в таком виде он выделяет фитонциды, которые отпугивают непрошенных гостей. Закрываем крышку и отправляем на полочку у вашего кухонного шкафа. Но на сегодня это все с заботой о вас Управдом.